Всем привет! Сегодня 23 ноября 2015 года. Всем привет из Калифорнии. Сегодня очень классный праздник. Ну, не так как праздник. Праздник будет совсем скоро, 26 ноября 2015 года. А сегодня у нас было как волонтёрство. Мы в школе были. У нас такое сильное солнышко. Вот это вид с апартаментов на школу, middle school. У нас тоже осень уже наступила, но по погоде очень тёпленько. Жёлтые листочки. Вот это паилочка для маленьких птичек калибри. Сегодня у нас мы с Аней и вообще с нашим классом в школе нам предложили волонтёрством заниматься. И сегодня мы раздавали, были как помощниками, раздавали людям, американцам и всем желающим, кто хотел еду. Это похоже как на бесплатку, но это не бесплатка, это именно как такой праздник на этот. Просто людям на праздник Thanksgiving. Если в семье два человека, один или два человека дают чикен, курицу, а если три человека и больше, то в семью дают индейку. Индейка это традиционное блюдо, которое всегда на столе лежит на празднике Thanksgiving. Сейчас у нас вот градусов 21 градус. И вот я вам сейчас покажу... У нас очень тёпленько, я вам сейчас покажу еду, которую нам дали. Класс! Вот это круто! Сейчас, сейчас вы всё сами увидите. Это больше, чем все бесплатки, которые мне давали за все эти разы. Начнём мы с сухих продуктов. Да, вот посмотрите, как оно всё выглядит со стороны. Вот это только сухие продукты. Я вам сейчас всё поподробнее расскажу. Я тут раскладывала. Это вот, это печеньки, как крекер такой называется. Он солёный. И тут кунжута нет, это просто солёный. И вот можно его супчиком кушать. В этом... Ой, мальчики. В этой большой коробке здесь 900 грамм. 907 грамм. Потом дали также самую маленькую. Вот она. Отдельно. Здесь 453 грамма. Это такая же самая. Потом вот сладенькие такие, как... Ну, это фирма HoneyMade. И здесь вот такая HoneyMade. Это как печеньки такие. Но они разных вкусов есть. Вот показывают, с чем можно кушать. С шоколадом. Ну вот. А вот это именно как подушечки сладкие. Здесь вместе с шоколадом. Здесь даже вот написано. В этой коробочке 198 грамм. Здесь 480 грамм. Но она даже чувствуется тяжелее. Потом есть вот крекер. В Америке очень популярно. В каждой бесплатке дают крекеры солёные. В этот раз дали две. Это всё за один раз дали. Это каждому члену семьи... Ой, не каждому члену семьи. А каждой семье на одну семью дают один пакет этих продуктов. Вот две штуки сырных таких крекеров. Потом вот эти какие-то крекеры. 269 грамм. Ну, они такие. Видно, какие-то обычные. Как будто хлебцы. Потом вот такие крекеры. 454 грамма. Ой, сколько крекеров. Что же с ними делать? Это они ещё солёные, наверное. Крекеров много. Можно с ними делать всякие... Торт можно делать. Вот. Вот с такого я буду делать торт скоро. Только это с беконовым вкусом. А вот есть оригинал. Оригинал. И вот я с таких крекеров скоро сделаю торт. Там нужна сметана и фруктики. Дальше вот это тоже. Но они мне эти не очень нравятся. У нас есть даже такое в школе. Мы недавно на школе Водолл Скул. В моей говорили, что есть люди, которые... Дети, которые нуждаются в еде. Если у кого-то есть продукты, которые они не едят, то приносите им. Ну, в школу. Вот там большой ящик поставили. И я знаю просто, что я вот это всё не кушаю. Вот это. Очень много. Я это не буду кушать. Я не буду вот это кушать. Я не буду вот это кушать. Вот это я буду. Я не буду вот это кушать. Вот это я ещё не дошла. Ну, вот у меня вот здесь на полке стоят. У меня куча вот эта вся полка была занята. И я разделила всё, что я буду. Вот такие печеньки я кушаю. Но это ещё с предыдущих. Вот нам говорили. Да, вот видите, этот премиум. Такой же самый, как он. Ну, вот оно стоит. Я его не кушаю. Окей, вернёмся. Что сегодня давали? Вот это, оно вот есть такие. Это из не перемолотых, а из таких твёрдых сортов. А вот тоже вот. Ну, сто процентов твёрденькое оно. Я не знаю, с чем его кушать можно. Если вы знаете, то вы пишите, как их можно готовить и что можно с этого делать. Потому что я просто без понятия. Потому что очень много крекеров. Я не знаю, что с ними делать. Я крекеры не очень дома кушала. В Украине. Вот это сухая картошка. На вкус она мне не очень нравится. Я ела в гостях такую. Но я не ела мивину в Украине. И поэтому я такой не ем. Мне проще картошку взять настоящую, натуральную. И сварить её, пурешку. Жаркое сделать, приготовить. Вот это тоже оригинал. Ну, это хлебцы. Вот это обычные хлебцы. Вот две пачки даже таких. Потом, дальше, вот эти супы всякие. Которые я тоже не кушаю совсем. Некоторые говорят мне в комментариях, вот даже пишут. О, интересно посмотреть. Ты, у тебя нормальная фигура. И если ты будешь такое кушать, то ты можешь поправиться. Я не ем такое. Если кто-то волнуется, спасибо за то, что волнуетесь. Но я не кушаю всё равно такое. Вот мне дали в этот раз две этих. Сериал. Сериал это хлопья. Их можно с молоком заливать. Или йогуртом, или кто как любит. Я люблю это, потому что здесь клубничка сушёная. Вот этот сериал, это здесь вместе с шоколадом. Вот такой. Здесь 323 грамма. А здесь 317 грамм. Окей, хорошо. Сладенький. Я уже всё рассортировала, да? Фрукты у меня дома всегда есть. Итак, хорошо. Вот всякие батончики. Это батончики peanut butter. Я очень люблю орех. И я очень люблю ореховые батончики. Здесь я чувствую две штучки. Здесь она. Или может это он просто разломался? Ну окей, неважно. 60 грамм. Класс. Это просто ням-ням-ням-ням. С чёрным шоколадом, с капельками. Потом вот таких 5 батончиков дали. Раз, два, три, четыре. Так. Вот этот какой-то протеиновый батон. Батончик. Дали одну такую. Потом дали вот такие штучки. Это с мёдом. Вот такой батончик. Это как рисовые пластивки на украинском. Рисовые не подушечки, а как они называются. Ну вот оно такое. Вот такие. Ну как и мишки. Рисовые не хлопья такие, а воздушные шарики. Точно. Потом вот такие. Печеньки шоколадные. Бельгита, бельгита, реклама. Реклама украинских печень, бельгита. Но это не украинские, это американские. Потому что это Америка. Потом хлопья такие. Это снэйки называются. И дети очень любят в школу вот такие маленькие брать. Вот такие очень любят. В Америке это очень распространено. И вот такие батончики. Такие две. Два батончика. Apple juice. Apple sauce. Вместе с cinnamon. Это корица. Good to go fruit. Хороший с собой фрукт взять. Куда-то. Вот как соусочка, крышечка открывается. Очень я вижу много детей, которые сосут такие штучки. Потом это тоже вот такие как шоколадные. Я чувствую это мягенькие такие шоколадные. Peanut butter. Шоколадный ореховый батончик. Дальше это тоже вот с той же самой серии. Только тут же уже вот lemon bar. Это лимонный батончик такой. Печенька. Clips. Chips. Короче. Это я знаю. Я их ела. Это как печеньки такие с шоколадными капельками. В каждой пачечке по четыре штучки. И нам дали вот такие четыре штучки. Это мой рай. Это моё всё. Я даже не хочу ни с кем делиться. Но я не такая жадная. Я просто очень люблю сладости. Окей. Пошли дальше. Здесь у нас отдел уже всяких консерв. Вот. Поехали мы. Это chicken sea. Это что здесь пишут? Нам пишут tuna with water. In water. Это тунец. Я помню туна. Я была в Израиле и там всё время. Туна, туна. Дети говорили. Это вот тунец в воде. Дальше. Это cranberry juice. Коктейл. Это клюквенный соус. Это клюквенный сок. Даже коктейль. Витамин С здесь. Здесь есть не только такие. Но есть и помидоры с морковкой перемешанные. Это люди любят пить. А иногда можно в борщ лить как соус такой. Дальше. Вот это chicken and white beans. Это две штучки такие дали. Это я такого ещё не ела. Потому что ни разу такое не приходило. Это курица. И с белыми бобовыми этими штучками. Такими фасольками. Потому что beans это бобы. Дальше. Это cranberry sauce. Это как желе из клюквы. Очень вкусно делать в пирожки. Или в блинчики. Уже вот я недавно кушала пирожки из cranberry. Было вкусненько. Вот это я очень люблю. Это яблочные. Просто перетёртые яблочки. Натуральные. Сто процентные. Это не какое-то химия. Это настоящие яблоки. Если яблок нет. Классно. Перетёртые вот такие яблочки. Пюре как деткам дают. Знаете, детское питание есть такое. Потом kidney beans. Это тоже как фасолька. Есть такое. Baking beans. Original. Есть тёмные фасольки. Коричневенькие фасольки. Эти тоже нам ни разу не приходили. Это я буду всё испытывать. Вкусненько буду кушать. Тестировать. Вот это new potatoes. Это я не знаю, что это такое. Ну, короче, картошка. Дальше пошли вот супы. Есть один суп такой. Один суп такой. В Америке вообще даже если ты зайдёшь в ресторан, нету супов таких жиденьких. Это всё-таки пюрешные супчики. Если даже и суп, например, с овощами или с курицей, оно всегда перетёртое, как деткам маленьким. И я... Слава богу, что я умею готовить. И я вот дома, у меня борщ всегда стоит. Или суп. Я очень люблю гречневый суп. То я кушаю здесь супы. А в ресторанчиках я могу всякое то есть то, что, например, я не могу это приготовить. Или мне хочется что-то интересненькое. Вот это тоже суп. Это chicken noodle soup. Это он тоже пюрешный. Некоторые люди супы разбавляют. Вот этот noodle, он вообще как густой. Я знаю, некоторые люди просто разбавляют из тёпленькой кипячёной водой. Но я один раз съела, просто чуть-чуть разбавила с водой. Ну, было нормально, но украинский вкуснее всё равно супчики. Это морковка. Такого я тоже ещё не видела, не ела. Будем пробовать. Всё очень интересно. Лаусориан. Короче, всё ясно. Потом чечевица. Уже чечевицу нам давали. Был очень вкусный суп из чечевицы. Это... Я в Израиле первый раз поела чечевицу. Если меня смотрит моя любимая ботелечка, то ботелечка, привет. Помнишь, как мы в школе кушали чечевицу? То напиши мне. И вот. Это очень вкусные, очень полезные такие. Как оно называется? Это как крупа, наверное, чечевица. Как похоже на гречку, но это не гречка, это чечевица и ням-ням. Очень вкусные и полезные. 908 грамм. Потом вермишель. Вермишель такая. Это для меня всё вермишель. Для меня вермишель это длинненькая, для меня вермишель это вот такие крученные спиралики. Потому что это всё тесто, для меня всё вермишель. Ну, вот такая вермишелька 453 грамм. Дальше. Вот этого нам тоже не давали никогда. Это vegetable broth. Это... Я слышу, он жидкий вообще, это какая-то водичка. Не знаю, что это. Что это такое? Ну, попробуем, что это. Это вот тут, наверное, пишут, как его готовят. Да, ингредиенты, что сюда. Короче. Я это тоже испытаю на себе. Но и самое главное, то, что в нашей семье, где я живу, живут больше, чем два человека. Нам дали не чикен, а нам дали turkey. И вот это turkey. Люди говорят турки. Какие турки? Это не турки, это turkey. Смотрите, какая большая. Ох, смотрите. Это большая turkey. И она настоя... Она без химикатов. Я где-то видела, что здесь пишут... Не ГМО здесь, как-то по-другому. Я на другой индюшке видела. Но мне... Вот. Мне очень понравилось работать сегодня как волонтером. Это просто классно. Ходишь людям, помогаешь. Люди многие не знают. Но американцы знают, потому что они, что здесь не первый раз. А вот именно русские, украинцы, которые только приехали, вот они не знают, что делать. А там надо было заполнять как форму, написать, сколько людей живет, где ты проживаешь. Но не надо было удостоверения никакое писать. Просто показывать. Просто ты записываешь, и... Я там что-то чувствую. Что там? Ой. Короче, я ничего не хочу. Ничего не хочу ломать. Ой, класс! День благодарения будет в четверг. Сегодня понедельник. Поэтому на нашем столе будет идюшка, которая весит, знаете, сколько? Здесь пишут масса 10 лб. 10 лб это 4,6 килограмм. Вот это идюшечка! Некоторые люди, когда я сегодня была волонтером, бабушка подходит. Видно, украинка, ну, на русском говорит. А я как переводчик была, потому что многие... Ну, некоторые не знали английский, поэтому я им переводила. У меня был бейджик с именем моим и фами... И языки, которые я знаю. И вот она стоит и мне объясняет. Ну, я хочу это. Дайте мне тюрки. А я говорю, окей, хорошо, я сказала тете, которая женщине, которая главная. Я говорю, эта женщина просит индюшку. Она... Ну, мы не можем дать, потому что индюшку мы даем только для большой семьи, от трех человек. А если один-два, то мы только чики. И она возмущается, бабушка взрослая, и стоит. Ну, я хочу, ну, дайте мне хоть маленькую индюшечку. Ну, какая маленькая? Тут все они большие, по 4,6 килограмм, 4,6 килограмм. Я думаю, ну, какая разница, что курица, что индюшка. Ну, курица там просто... Она мягенькая уже, растаялает. Просто курочка там... Там бедрышки порезаны. Там, ну, вся курочка разделана. Одена ножки, одена то и все. Ну, там такой большой судок и индюшка одена. Какая разница, что брать? Все равно ждет бесплатно. Рабимся к тому, что у нас есть. Короче, вот так на такой хорошей ноте заканчиваем наше видео. И то, что вот такое оно все интересное, все вкусненькое. Сейчас буду это все фасовать по полкам, наверх ставить. Ну, и, конечно же, буду пробовать мои вкусненькие те конфетки. Все, всего хорошего настроения. И если кто-то из Америки тоже и смотрит мои видео, то выставляйте тоже свои видео. Именно если вы получали это, такую тоже бесплатку. Мне будет интересно, что в других городах. Потому что в Калифорнии и так дают в Сакраменто, именно где я живу. Все, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал всего и побольше. И у вас все будет хорошо. Все, всем пока-пока. Спасибо, что смотрите и всегда со мной остаетесь. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok